Крупнейшему зернотрейдеру России грозит ликвидация. Госдума одобрила штрафы за навоз. Субсидию на летные семена не получишь без страхования посевов. Здравствуйте, дорогие аграрии! Это ТОП Агробук. Обзор главных новостей сельского хозяйства. Последние две недели вся страна сопереживает жителям регионов, где вышедшие с берегов реки топят города и села. Наибольший урон стихия причинила в Оренбургской области. Предварительная оценка ущерба сельскому хозяйству составляет 145 миллионов рублей, рассказал министр сельского хозяйства Оренбуржья Сергей Балыкин. По данным ведомства, затоплено более 6 тысяч гектаров зерновых культур, 6,5 гектаров теплиц с овощами, склады с семенами и урожаем. Остановил работу Орский нефтеперерабатывающий завод. С момента отхода паводковых вод в регионе начали работу бригады по сбору биологических отходов. Они убирают трупы сельскохозяйственных и домашних животных. Власти призывают владельцев скота, который уцелел, привить его от сибирской язвы, а собак и кошек – от бешенства. Затопление и подтопление произошли также в Хурганской, Тюменской и Самарской областях. Но там суммы ущерба и влияние паводков на агропромышленный комплекс пока не уточняют. Крупнейшему экспортеру зерна, торговому дому «Риф» грозит ликвидация. Об этом изданию «Город Эн» заявил владелец компании Петр Хадыкин. Бизнесмен рассказал, что 9 кораблей «Рифа» с 18 марта остановлены в портах. За это время только два судна смогли получить сертификаты Росельхознадзора на экспорт зерна. «Бизнес полностью блокирован. Мы остановили наш порт в Азове. Ситуация безнадежная», – констатировал Петр Хадыкин. Бизнесмен отметил, что вопросы по качеству зерна возникают только в отношении его компании. Остальные зернотрейдеры грузят зерно на свои лодки из тех же банок и отправляют на экспорт. И у них все хорошо. Хадыкин уверен, что задержку в портах посредством Росельхознадзора организовал конкурент Диметро Холдинг, который, по словам Хадыкина, хочет выкупить активы «Рифа» за бесценок. Росельхознадзор, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что зерно нужно отгружать в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями стран-импортеров. Если по итогам исследований экспортной партии зерна обнаруживаются вредные организмы, то Росельхознадзор не может выдать эти сертификаты. Там также уточнили, что пробы зерна поступают в лаборатории в зашифрованном виде. То есть идентифицировать принадлежность зерна конкретно «Рифу» невозможно. Петр Хадыкин объявил, что вынужден сокращать расходы и увольнять людей. А дальше, видимо, придется закрывать компанию. Представители сельхозбизнеса в Ростовской области восприняли известие о возможной ликвидации «Рифа» как негативную новость. Ведь уход крупного трейдера и консолидация активов в руках небольшого числа компаний приведет к снижению конкуренции за зерно. Вдобавок хочется привести любопытные данные, которыми поделились в народном фермере Кубани. Ассоциация проанализировала финансовые показатели основных игроков на рынке экспорта и перевалки зерна. И выяснила, что чистая прибыль этого сектора увеличилась за прошлый год на 603% или на 65 млрд. рублей. Так что претензии к зернотрейдерам, то из-за карантинных объектов, то из-за иностранного капитала, вырастают, можно сказать, на весьма плодородной почве. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова объявила новые сведения о рентабельности в агропромышленном комплексе. По ее словам, в 2023 году рентабельность сократилась на 1% пункт – до 19%. Это снижение, считает Фастова, несущественное. По зерновым рентабельность опустилась до 17%. Впрочем, Елена Владимировна указала на то, что есть и другие культуры, например, рапс и соя, по которым доходность остается неплохой. Тем не менее, падение цен на зерновую группу вызывает озабоченность у представителей региональных органов власти. Например, Законодательное собрание Ростовской области планирует обратиться к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой добавить денег на субсидии на зерно. В проекте письма приводятся такие факты. За 2023 год бензин марки АИ-92 подорожал на 37,4%, дистоплива – на 7%. Парк сельхозтехники в Ростовской области находится в изношенном состоянии. По некоторым видам техники есть острый дефицит, говорится в письме. Средний показатель износа тракторов составляет 67%. Показатель износа зерноуборочных комбайнов приближается к 60%. Депутаты подсчитали, что с 2021 по 2023 год за экспортные поставки зерна с территории Ростовской области в виде пошлин было уплачено почти 158 млрд. рублей. В том числе более 100 млрд. рублей поступило за зерно, которое было произведено непосредственно на Дону. А вот субсидии аграрии получили за эти же годы всего на 3 млрд. рублей. На 3 млрд. 67 млн. рублей. Причем получить эти субсидии смогло всего 1374 хозяйства, а более 2000 хозяйств бюджетных средств не увидело, потому что их просто не хватило. По мнению депутатов Законодательного собрания Ростовской области, ежегодная потребность агрария в Дона в субсидиях на зерно составляет порядка 14 млрд. рублей. Комментируя это письмо, зампред Законодательного собрания Вячеслав Василенко сказал, что сейчас важно не упустить курицу, которая несет золотые яйца. И необходимо искать дополнительные источники поддержки для растеневодов. В этом году многие хозяйства не смогут получить субсидии на элитные семена. Причина в том, что с 30 марта 2024 года вступили в силу новые правила предоставления господдержки, согласно которым страхование пассивов стало обязательным условием для получения этого вида субсидий. Постановление правительства номер 2065, которое утвердило новые правила, вышло только в декабре 2023 года, когда озимые культуры уже были посеяны. И вышло, что сельхозпроизводители, которые отвечали всем критериям и имели право на получение субсидий за 2023 год, в 2024 году фактически лишились такой возможности. На эту правовую коллизию обратило внимание Рязанское региональное отделение АКОР. Его председатель Владимир Мимоглядов считает, что новые правила нарушают статью 4 Гражданского кодекса РФ. То есть имеют обратную силу. Объединение уже обратилось к Генеральному прокурору России с просьбой разобраться в ситуации. По яровым культурам здесь еще может быть понятно, что сев только начинается и сроки для страхования о сельхозпроизводителей имеются. А что касается озимого сева, это было в прошлом году, соответственно, страхуется в течение 15 дней. Те сроки упущены и получается, что мы посоветовались и решили, что наши права нарушены. И обратились к Генеральному прокуратуру с просьбой проверить данный факт, что нарушение закона о том, что правила игры меняются уже, когда мы сели в поезд. Подробнее ознакомиться с доводами коллег-фермеров можно на нашем сайте. Успешным примером, когда власть услышала аграриев, можно назвать Ставропольский край. Региональный Минсельхоз сообщил, что сельхозпроизводителям снизят стоимость услуг по подаче воды на орошение и рыборазведение. Изначально став Мелиоводхоз оценил стоимость кубометра воды для орошения в 3,59 рубля, а для рыборазведения – в рубль 3 копейки. Эти тарифы стали непосильной ношей для сельхозпроизводителей. В результате вмешательства краевых депутатов удалось сократить тарифы. Теперь рыбоводы за кубометр воды будут платить всего 35 копеек, садоводы и виноградари – по 55 копеек, а максимальный тариф для хозяйств не превысит 1 рубля 44 копеек. Председатель Ставропольской думы Николай Великдань поблагодарил всех, кто участвовал в защите интересов аграриев, но сообщил, что депутаты продолжат действовать дальше, чтобы стоимость услуг по подаче воды была экономически обоснованной и в следующем году. Кодекс России об административных правонарушениях будет дополнен новой статьей 10.8.1, которая будет карать хозяйство за несоблюдение требований к обращению с навозом. Должностные лица получат штраф от 30 до 40 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели от 50 до 60 тысяч рублей, юрлица от 250 до 350 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы штрафов будут выше на 10 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей и на 100 тысяч рублей выше для предприятий. Если же в результате нарушений навоз причинит ущерб здоровью людей или окружающей среде, а также вызовет эпидемию, то штрафы будут еще выше – от 500 до 600 тысяч рублей для предприятий. При этом деятельность хозяйства могут остановить на срок до 90 суток. Ну и куда же без хороших новостей. Депутаты Госдумы придумали, что можно сделать, чтобы нечистые на руку бизнесмены перестали кормить детей в садиках и пациентов в больницах фальсификатом молочных продуктов. Группа депутатов от «Единой России» во главе с Эдуардом Кузнецовым предложила оплачивать контракты на поставку молочных продуктов только после того, как ветеринарные сопроводительные документы, которые будет обязан подавать продавец этих продуктов, пройдут проверку в «Меркурии». Система, как уже не раз подчеркивал Россельхознадзор, отлично себя зарекомендовала. И, например, в прошлом году позволила выявить 104 тысячи тонн фальсификата и 2 тысячи несуществующих предприятий. На этом наш выпуск завершен. Друзья, мы благодарим вас за поддержку лайком, комментарием или донатом. И особенную благодарность выражаем всем, кто посещает наше мероприятие и выступает в роли спикера. Мы открыты к новым темам. Если у вас есть о чем рассказать, пишите нам на электронную почту. До встречи на следующей неделе! Субтитры подогнал «Симон»!